Всем привет, дорогие друзья, с вами Саня Старгейм и... Андрей Позняки, всем привет! Сегодня у нас внеочередная серия летсплея на Advance Orange, это Samp, РП-сервер И, собственно, у нас за этот короткий промежуток времени произошло очень много, ну, очень много, короче, вещей произошло И, собственно, мы будем по порядку о них рассказывать. Андрей о своих, а я о своих делах, так скажем Ну что ж, Андрей, давай, начинай Ну, начнем с того, что я прикупил себе вот этот вот пацанский домик с просто великолепным интерьером Дом в Сан-Фьерро, мечта Санька, но я у него украл эту мечту Поселился в Сан-Фьерро я Дом, как вы можете видеть, просто шикарный, два этажа, интерьер великолепный Цена всего лишь поллимона, и именно по этой цене, то есть по ГОСу я купил дом Я очень этому рад, и я еще рад тому, что на этом доме можно даже немножко подзаработать Я вижу, ты даже обновление купил для этого дома Шкаф, аптечки, неплохо, ты обустроился Да, купил Теперь я езжу как бомж на Кловере, но зато у меня дом обновленный До пятого уровня Ну и, собственно, у меня тоже есть обновление Как вы видите, я медик, хотя я медиком был и в прошлой части Но, но, меня сразу же уволили, и мне пришлось идти в ВВС Потом я отслужил ВВС, спилы покачал, так, и, в общем, вернулся обратно в больницу Сан-Фьерро Куда, собственно, устраивался и в прошлом летсплее, и сейчас я уже второй ранг Собственно, еще у меня есть обновление, я, наконец-таки, себе выбил жилье А это номер в отеле, тоже в Сан-Фьерро Ну, хоть половина месячной моей осуществилась, я хотя бы живу в Сан-Фьерро Такие вот дела Отель этот находится недалеко, и сейчас мы поедем как раз-таки туда и покажем его Также я еще прикупил себе машинку, не помню, как она точно называется Андрей, не подскажешь? Глиндэ, по-моему Ну, по-моему, Глиндэ, мы ее тоже вам покажем, конечно же Она стоит недорого, 31 тысячу, я ее покупал в Лос-Сантосе И, собственно, если вы захотите ее купить, покупайте именно там, потому что я ее нигде больше не видел Ну что ж, вот этот самый отель в Сан-Фьерро, где я, собственно, и живу И давайте в него, наконец-таки, зайдем Насколько я помню, у тебя номер на первом этаже, номер 12, я правильно помню? Да, ты все правильно помнишь, мы сейчас как раз туда и направляемся Номер, конечно, с моим домом не сравнить в плане интерьера Но, в принципе, как для начинающего игрока на типа Санька, вполне нормально Потому что многие даже номер это не имеют, живут где-то там на вокзалах Что ж, вот, вот мой номер, заходи, Андрей Вообще, все номера здесь одинаковые, так что можно не соревноваться, у кого интерьер лучше Здесь у меня кухонка, давай, Андрей, смотри Здесь у меня, вон, музыкальный центр, телевизор Ну, такой неплохой телевизор, я иногда смотрю Ну вот, собственно, дорогие друзья, я так и живу Скромненько, конечно, но в будущем я все-таки планирую купить дом Вы, если что, приезжайте в гости, напомню, отель Сан-Фьерро, первый этаж, 12-я квартира И если вы застанете меня дома, то мы с вами, конечно же, потусим Ну, а если меня дома не будет, то ищите меня на работе, в больнице Сан-Фьерро Так, дорогие друзья, мы сейчас, короче, выходим из отеля в Сан-Фьерро И тут сразу на нас налетают копы из ЛВПД И знаете, что они сделали? Нет, они нас не арестовали Я теперь стал негритосом, это случилось так неожиданно, что я даже ничего понять не смог Они просто выбежали, я нажал ЕСА, английскую, и я стал негром, прикиньте, ребята Ну что ж, дорогие друзья, отель мы вам показали, теперь покажем мою машину Она находится на подземной стоянке, куда мы, собственно, и направляемся Тачка, как мы уже говорили ранее, это Глинде Ничего особо такого сверхкрутого от нее ждать не требуется Это обычное средство передвижения, чтобы добраться из пункта А в пункт Б Я вижу две Глинды, какая из них твоя? Вот моя, она всегда стоит именно на этом месте И, собственно, давай, Андрей, садись Сейчас я открою машину и поедем на далекие края Санек? Да? Я ж теперь, типа, стал негром, да? Ну, я как бы тоже не белый А, ну, ты негру, у которого есть вертолет, а я негру, у которого нет оружия Отвези меня в ЛВПД, чтобы я взял оружие Ну что ж, снова воруем вертолет, миссия неуполнимая Давай, быстренько садись, быстренько, быстренько, пока не запалили Давай, 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 пока что вроде как никто не палит Это самое лучшее время, чтобы взлететь в небеса Так, Санек, подожди меня тут Я сейчас побыстренькому сбегаю за оружием А потом мы отправимся в место для настоящих негров В библиотеку Да, будем плохими парнями О, уже Андрей бежит И, походу, он не один, а с едой Да, я стрел в полицейском участке, пончики и кофе Не хочешь, Санек, отведать? Ну, давай Зажрём её, зажрём Давай, жри, под мушкой будешь жрать у меня Наелся Вкусно Спасибо Аппетитно Сажусь в вертолет Андрей Тоже И летим В Библиотеку В Сингле это была обсерватория А на Advance RP её сделали как библиотеку Здесь великолепный, просто суперский интерьер, даже лучше, чем у моего дома А ещё здесь есть так званая интерактивная доска Что я тебе сейчас, Санёк, и покажу Доска очень интересная, очень увлекательная Интерактивная Что, собственно, название её говорит само за себя Вот, допустим, ты видишь саму доску, да? Да, вижу Видишь, что на ней написано Окей, бейби Да А смотри, что сейчас на ней будет написано Али, оп И на ней написано Санёк, супер Вот-вот Ты тоже можешь что-нибудь написать Для этого достаточно встать на маркер И просто написать какую-то хрень Али